Это уже второй мемориальный турнир Львата и Кешева. Первый проходил в небольшом школьном зале, а сейчас организаторы предоставили для соревнований арену спортивного комплекса «Олимпийский». Уложили четыре татами. Собрались полтора десятка оренбургских команд, более двух сотен юных участников. Полные трибуны зрителей. Мы когда говорим о наших героях, земляках, которые воевали и погибли в годы Великой Отечественной войны, но мы не имеем права забывать и должны помнить о тех, кто уже в мирное время исполняли свой гражданский и воинский долг и совершили подвиги. А он настоящий совершил подвиг. Он закрыл собой своего командира. А ведь ему было всего-навсего 20 лет. Только вдуматься. И когда говорят, что вот другое поколение, да поколение всегда одинаковое. Самое главное, каким его воспитали, а воспитали его настоящим патриотом-мужчиной. И то, что он совершил этот подвиг, конечно, мы должны о нем помнить. Это турнир для девушек 10-11 лет и 9-10-летних юношей. То есть тех, кто начал заниматься дзюдо совсем недавно и участвует чуть ли не в первых своих соревнованиях. Но этот вид спорта в Оренбурге один из базовых. И практически каждую неделю приходят новости об успехах наших дзюдоистов различного возраста на всероссийских и международных турнирах. На сегодняшний момент у нас в области 40 мероприятий. В городе их около 20 в Оренбурге. И я вам на самом деле скажу, что с каждым годом все больше. И больше детей занимается, а те в маленькие. У нас получается 12 спортшкол, 12 спортзалов только в городе Оренбурге. Разыгрывались 19 комплектов наград. 11 среди юношей и 8 среди девушек. Несмотря на столь юный возраст, уже есть перспективные дзюдоисты. Специальные призы, электронные книги получили Софья Малая, Никита Свобода и Дмитрий Шигаев из гимназии номер 8, в которой, тогда еще в 44-й школе, учился Лев Тайкешев, кавалер Ордена Мужества. Анатолий Юденич, Рован Боричев, Новости дня.